МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Привет! И снова, теперь уже неудержимые просины, а раньше мы были неугомонны, теперь нас не удержать. Дима хэштег решил поменять. Так, по-прочему, будет ты. Сегодня у вас мы возьмем небольшое путешествие в Тольятти. Саранск, Ульяновск, ну это мимо проедет. Тольятти, Самара. Покажем небольшое наше событие. Ну, три дня из нашей жизни. Это три дня уже не проеки, а Сибири, Анвеллаз. Ну, пусть будет так. Ну, мы собираемся. Мы собираемся, готовим манатки и едем мы на нашем новом брендированном прайме. Бибики. У нас с нами будут пассажиры. Девочки могут немножко смущаться. Так что не сняйтесь. Вот, поэтому мы сразу вас просим к ним отнестись лояльно. Они ни разу не были в кадре. Мы с собой везем несколько человек команды. Вообще едем по огромным кортежам, но так получилось, что все выезжают в разное время. И все подробности мы расскажем по ходу пьесы. Сразу все и не будем говорить, иначе не будет интересного. Подъезд не покажем? Не, а он грязный. Стрихоп ты. Вообще никакой. Все. Бэкстрейл немножко. Хоть за ножку и за пятую конечность. Готина. Я всю жизнь такие. Ну что, мы выехали. Наш экипаж. Девчонки. Дмитрий Юрьевич с рацией. Дим, ты нафига с рацией? Ты дорогу не знаешь? Ты веселее был. Ждите хорошеньких и красивеньких картиночек. Надеюсь, что я... Я с головой мазафака. Ой, Юрьевич. Я надеюсь, я в этот раз нормально снимаю? Ну да. Теперь ты снимаешь высоту. Высоту снимаем? В общем, мы погнали в сторону Ульяновска. Что будет красивее, по дороге вам покажем. Второй экипажик. Один отстал. Не отстал. А, нет, они вперед наоборот поехали. Мне кажется, они уже где-нибудь в Ульянске. Дмитрий Юрьевич, как вам первый километр дороги? Пустяни. Пустяни. Грудь вперед, зад-назад. Ясно. Ищите себя на ютубе. Ласточка. Девки поскакалишь, как резво скачут. Резво ведь. Работали бы так. Ну вот и мы приближаемся к границе Ульянского области. Мы из Мордовии выезжаем. Давай, покажи стеллы. Красное пальцо. Вот такие у нас стеллы красивые. Нет, погони. Мы нашли поле с кукурузой. Она оказалась на редкость сладкой. Ждем результата. Если через три часа мы. Обдаю камеру. Чудо-оператор. Ульяновск, стоп. Три четыре километра. Касамара, триста. Понятно. Я держу камеру. Может я за руль? Ну едем не одни. У нас небольшой кортеж. А я показывала в начале этого. Из автомобилей. Камера не протертая. Это съем. Чего боишься? У тебя. Вот у нас вот. Я уже попалю. Ведущий автомобиль. И одни у нас вперед стакали. Далеко вперед. Даже работая, отдыхая, работая. Там сторис пили. А Диана пишет сторис. Девчонки там что-то решают. Проехали Ульяновск. Так засынул. Проехали Ульяновск. Едем в сторону Слизерни. Что? Ты еще сон не клонит? А, это... Ну расскажи, что такое. Давай. Как раз солнышко нет. Это наш природный энергетический напиток. А здесь в одном пакете 128 миллиграмм квина. 180 миллиграмм ВСА. Это аминокислоты для выносливости. И 120-196 грамм Таурина. Свой 54 калорий. Никакой синтетики. Нет сахара. Он не влияет никак. Не тормозит центральную нервную систему. Просто Дима, да? Помнишь у тебя тестинг? А теперь по-русски и нормальным словами. Все знают, что мы с Татьяной постоянно ездим в других городах. Всегда за рулем. Как цыгане у нас живем. Мы в дороге все время. И приходят моменты, когда ты возвращаешься домой ночью. Не спавши, не срамши. Не жрамши. И устаешь. И тупо клонится сон. Я раньше спасался, покупая Red Bull. Напитки. Но когда выпиваешь данный напиток, ты себя чувствуешь как несвоя. Как будто... Ну, что-то дает такой эффект, что неясные мозги. Что-то как-то затуманное. И это немножко опасно влияет на дорогу. На бдительность дорожную. А вот этот продукт, который Татьяна показала... Татьяна уже батончик фортей этого жрёт. Вот от него я просто балдю. Балдю, балдю. Его, кстати, можно же это вообще для геймеров напиток. Его можно использовать просто, когда ты никуда не едешь. Но у тебя очень много работы. Предстоит нужно собрать концентрировать мозг в кучу. Он буквально минут за 15 вас активизирует. И это нечёткие, ясные мозги. После употребления данного продукта, через минуты 3-4, прям, прилив сил. И сон уходит ровно где-то, по моему ощущению, 3-3 часа. Ты расскажи, когда ты его перейдешь. И ясно, ясно, это разум. Ты едешь, как будто прямо вот сейчас в обед, но ты едешь в 4-3 утра домой. Как бы разница большая. Единственный минус данного продукта, это порошок. Его надо останавливаться, разводить. Пожалуйста, пить полотенцовый порошок сяга. Ну, это для меня, это ярко выраженный минус. Ну, для тебя я не про меня. Когда пьешь, я их был, просто открыл и выпиваешь. А тут надо останавливаться, разводить порошок в какой-то бутылочке и пить. Будем просить сибирское здоровье, чтобы они изменили форму употребления продукта. Едем дальше. Всем добрый вечер. 2021 Москвы и 2021 по местному Тольятти. Мы въезжаем к Тольятти. Стоим на ГЭС. Мы в такой пробке. Димка уже злой. Ну, я, сколько я проезжал, ни разу в такой еще не было у нас. Чтобы именно такая дюты пробка. Когда в Стамбул улетали в прошлом году отсюда, мы здесь не были, мы туда на Самарошли. Где он по этой дороге? Здесь были. Есть пробки, думаю, такой степень того, что в Бурдовой крае, это Москва. Стоим из него голодный, как тарактаром. Прошу хуй батончики. Прошу хуй батончики с тобой были. В общем, включимся мы теперь на базе. Покажем, куда мы заселились. Едем мы в Тихую гавань. Кто-то дядь на цепи, сразу можете написать, пока смотрите комменты. Как вообще? Правильно базу-то мы выбрали? А то, может, не стоило? Да, тут ничего такого страшного нету. Ну, просто здесь воды. Мы заплатили. Наконец-то мы приехали. Вот мы будем жить вот в этом доме, но, к сожалению. Гленю, наверное, вы не увидите, потому что ночь. Дом мы покажем, наверное, теперь уже завтра. Мы с устаткой купили в магазине «Магнит-шашлычок». Нет, здесь ничего страшного нет. Серьезно, кроме того, что там вода... Сейчас мы немножко покушаем, попьем пиво. Кстати, вот это лучший шеф-повар в Мордовии, кстати, ребят. Прям что-то, конечно. Ну, лучше. Здесь естественно, значит, правда. Вот шашлычок. Готовый. Не захотели, мальчики. Нет, а вы правда сможете... Кстати, ребята, я все говорил. Хорошее вино и гранатовое я пью. Вот это оно. А, бесплатная машина? Да. Если кому интересно, можете покупить. Оно очень хорошо подойдет к шашлыку. У нас руки грязные. Ой, тут там помешали. Вот. Тут немножко бюрократии было. Подписали пару документов, чтобы мы тут сюда переселились. Да, правда, человек состняется. Ну, правда, очень отличный повар. Мы с ним учились вместе. Да, отстал. Вот, он отстал. Он не отстал, а я отстал от поварского деятельности. Вот так. Ну, наверное, теперь встретимся завтра. А если будет какой-нибудь интересный контент, мы еще включимся. Приступаем кушать шашлык. Присядь хоть в жопу и погрей свою. Куба дам? Приехал. А я стою, у меня там покровать. Кому хлеб ему? Просто отдал по хлебу. По хлебу. Серега. Мар-2, 42. Ну так, командная встреча превратилась в вечер воспоминаний. Да. А ты видишь? Да. А ты увидишь потом себя в YouTube? Это будет влог для YouTube. Нет, я имею в виду, когда ты снимаешься, ты видишь, что-то снимаешь? Нет, ничего не могу. Могу вот так задрать, я ничего не буду видеть. Тогда муж мне мозг высосет. Когда буду монтажировать. Таня, ты опять не умеешь снимать? Через трубочку? За окном бешеное утро. Да где-то примерно, сколько по цене он? Пол-седьмого, это местный, пол-шестого. Да. Приехали мы, как говорится, ночью. А вот то, что у нас ставится за окном. Конь, конь, лошадка там. Меня в кадре нет. Я не в порядке. Вот такие мастерые дома, наверное, называются. Ну, так будут. Ну да, из бруса. Из бруса. Ну, кстати, еще холодно ночью. Ну, сейчас себя в порядок поведем и немножко и большую экскурсию проведем. А если не проведем, то проведем попозже, потому что нам скоро ехать на съемки. Дмитрий Юрьевич, вы уже поживее? Ну да. Опять камера хер знает где. Не знаю. И вот что у нас идет бороться? Она трясется. Терпите как могить. Ну как ей? Вот, ну, парни. Ну давай рассказывай. Что я тебе должен сказать? Поедем. Едем снимать кино. Про вот такие вот бронзированные, красивые машинки. Время 7 утра. Не ели, кофе не пили. Помятые. Так случилось, что... Вечер вчера удался. Вечер удался. А вечер удался за счет чего? По стечению обстоятельств, Дима вчера встретил друга давнего, с которым давно не виделся. Ну, уже познакомились с предыдущих летом. Подах, видишь. Вот, ну и соответственно, дружили они очень-очень. Давно в таких подростковых лет. Ну и мальчики часов до двух часов. Языками зацепились. Да, и вспоминали, вспоминали, вспоминали. Хотим про базу рассказать. Что называется? Тихая бухта. Или Гавань. Тихая гавань. Да, это 11 километров от Тольятти. Вот такая вот дорога. Кстати, имейте в виду, что на низкопассаженных машинах... Я правильно говорю? Не, ну низкопассаженная машина она проедет. Там заезд такой неудобный. Там какой-то пригорочек идет. И там видно, асфальт там немножко исчирканный местами. Не знаю, почему так сделали. Мне вообще интересно. Погреб, загладись хотя бы чуть-чуть пригору. Едем вот по такому лесу. Ну не будет не всегда. Дербинян. И едем мы... О, меня я думаю видно. Едем мы в сторону Тольятти. Сейчас мы проедем ГЭС. ГЭС уже покажем. Да, но что-то, может, мы ничего не смогли показать вчера. Ну, этот, мы гостиничный комплекс потом вечерочком прижали. Ну да, как вернемся со съемок. Поэтому сейчас пока терпите. Будете смотреть, как мы снимаем кино. Все, проехали мы лесистую часть. Езжаем в Тольятти. Роу, пожалуйста, смотрите горизонт. Фиг его знает. Как пистолет. Ворчит, ворчит на меня. С утра проезжает. Вообще, когда ворчит. Дмитрий Юрьевич, вы спать легли в 2 часа ночи. Встали. Да, нахер, 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 нахер. Вы как так бодрячком-то? Ну, в 1-минчиках 5 таблеточек. Это не победит. Ну, смотри, куда вот камера опять. Давай, ну... Подтверждение, что мы въезжаем в Тольятти. И классическая пробка на плотине. Вчерашнее продолжается. Ну, получается, навсегда дим здесь. Ну, тут или совсем жопа, или не очень жопа. Вот сейчас не очень, тихо едут все. Ну, да, сейчас более-менее. А вчера вообще и по обочинам, и по встречам. Как только люди не перегляют. Водичка. Был хауза. Гороуза. Ну, сейчас и хауза продолжается. Там это тоже рискует. Что ты имеешь в виду? Ну, через 2 сплошные взял и поскакал по встречке. А зачем нафига тут все делать? Ну, наверное, опаздываю. О, видишь, я вот этого не понимаю. Понос у людей, что ли, внезапно, блядь. Дима, ну ты не матерись. Ну, туда по-другому нельзя. Или в ютубе можно к ним саграмом. За это можно. Вот, он ругается. Приехали на место встречи. Встречаемся с шестью машинами. То есть, ну, у всех разные, да? У нас праймик. У ребят у них тоже праймик у наших наставников. Доте лирика. В общем, мы в шоке от Тольятти. Мы первый раз вообще здесь полноценно. И нам очень понравились те места, по которым мы проехали. У нас сегодня будет еще банкет. Завтра восхождение в гору. Мы вам все-все это будем показывать. Это к тому, что продолжайте смотреть влог. На самом деле, интересно. Сейчас мы приехали. Это и торговый центр Вега, и кинотеатр, и гостиница. Такая вот площадка. Очень понравилось. Смотрите, сколько кофейных будочек, да? Совершенно разных на любой вкус. Такие вот штучки. Вот, допустим, в Саранске такого нет. Мне вот это вот прям очень по душе. Пробок, ребят, много. Мы ехали по ГЭС долго. Вот, допустим, та гостиница, да, в которой мы поселились. Там примерно километров 10 от города. Мы там проехали минут за 5. И около 40 минут мы тошнили по пробкам. Это к тому, что, имейте в виду, да, когда выезжаете заранее. Дмитрий Юрьевич, смотрите, какой красивый, напомаженный. Опять камеру не подъехал. Правильно держу. Вот, как пистолет мужу в глаз целюсь. Смотрите, какие мы намытые, начищенные, без единого комарика. Пойдем искать состральника. Юрьевич! Ну да, находясь в другом городе, и когда у тебя наступает определенный момент физиологии, это проблемно. Это называется состральник. Вот так и живем. Хрен, хреновая на хрена. Как вы любите эти слова. Так, ну что, мы почти все в сборе. Помните, я вам говорила, что машинки у всех разные? Это Ниссанчик Ольги Резниковой. Кстати, у всех Инстаграм, и можно совершенно спокойно зайти, посмотреть, ребят, кто из того, у него человек шины начернил. А мы не начернили. Наша. И вон целая-целая кавалькада. Наш оператор в кепочке стоит, ждет. Сегодня Дмитрий Юрьевич будет в качестве модели, а не в качестве оператора. Посмотрим, как он выйдет из зоны комфорта. Юрьевич, я нормально держу камеру. Вот расскажи, каково тебе сегодня не снимать, а в качестве модели быть? Необычно. Необычно? У тебя нет камеры в руках, у тебя нет стадикам в руках. Я рыбка. Я рыбка. Что говорит, что делать, не знает. Она там не в сценарии, не в сценарии. Сейчас вам покажем, как другие снимают. Ну, результат потом покажем. Обязательно вставлю ролик. Да? Что быстрее? Ну, опять-таки, ты куда снимаешься? Ну, хорошо, хорошо, хорошо. И справляешься. Дрессирует, скоро кнут и пряник. Стоим в наглой на дороге, на проезжей части. Ждем последнего человека. А Миша так вообще в тренде. Блин, я здесь сразу-то и не заметила. Почему надо было всем купить красные пакеты? Огонь. Так. Я надеюсь, я сняла. Ого, другое дело. А то бывает-то. Ты меня, я тебя. Бэкстейдж бэкстейджа. Давайте. Ну что, просины, звездуны были? Звездуны наши засветились на профиле корпоративном, да? Вообще, что ли? Попутали? Просины, вы посмотрите на них. 2-6-2, зеркалочка, да? Тонировочка. Все блестит. Ну что это за мафиозы-то такие, а, саранские? Ну как вот, вот как так можно вообще? Что, так можно было, а? Можно, можно. Вообще. Оказывается, так можно было, да? Вот так вот психануть. Просто взять точилу такую. Кто-то снимает тебя, ты снимаешь человека. Вот она, блогерша, ютуберша. Это не отнять. Это просто никак не искоренить. Как вы закатились на такой жизни, да? Блогеры общаются друг с другом через камеру. Они неизменимы, их не изменить. Они приросли к камере. Где? Где? Где Вранцова? Белая, белая, белая. В другой стране, вон там. Да? Там же нельзя ездить. Можно. И походу можно. А тут где-то? Это же тут кирпич. Ну, с той стороны. С той стороны тоже. Ребят, ну раз мы пишем влог, придется вам пережить с нами все. Привет. А-а-а-а! Здравствуй. Оставьте привет. Привет, привет. Привет. Привет всех подраздник. А-а-а! Что, муж живой? Девок всех покидал? Это традиция наша. С Москвы пошла. Девок поднимать. Так двух почему-то. Остальных не поднимать. А это лидеры. А это самые любимые. Тут все от них зависит. Вся наша практическая судьба. Без них мы бы без этого были бы. Честно говоря, ребят. Смотрите, у нас точно такая же, как Ольга с Валерой. Только у них беленькая. Публицирование наставника, Танюш, да? Полное. Полное, дашь машине. Ой, друзья, это нечто. Дима наставляет фотографии. И на крыше мы сидели, да, Дим? И на багажнике мы лазили, и где мы только не были. Дима наставляет фотографии. Заканчиваем первую часть съемок. Сейчас ждем. Как это называется? Коптер? Ну, сверху летай. Квадрокоптер. И будем вот здесь, да, и доставки. Вот это блюдо, что ли? Я не встречаю. Еще машинки. Мы сами даже не ожидали, да, что такой процесс будет. Нам даже камеру в руки взять некогда. Сейчас все, да, пришли? Смотрите, тогда как сделаем. Первый кадр. Вы спокойно едете. Одной скоростью, да. Мы снимаем вас сверху. Вот второй кадр. Вы разворачивайтесь спокойно, выстраиваетесь в красивую линию. И вот по этой стороне, а я лечу отсюда. Я лечу здесь, а вы по этой стороне спокойно едете. Да, отсюда вот отсюда, конечно. Нет, я лечу вот с этой стороны, а вы по этой стороне вот наедем. Вот по этой линии. Вот по этой, пожалуйста. Ну, вот, да. Это, грубо говоря, ваш центр. И вот так вот. Ну, спасибо. Ну, за кем сразу мы выстраиваемся так же. Вторая, третья, третья. Ну, да. Еще раз. Я бы тоже поехал в Москву, или поездка. Все, все мы едем одной красивой линией, потому что я все машины в вашу вот так проеду. Это уже второй дубль, когда разворачивайтесь. Значит, когда разворачивайтесь, все запомнили, да? Третий дубль. Вы встаете по три машины вот так, а одной с этой стороны, три. Это нам лучше вылезти потом. Ну, да, я, я, может, даже коптера включу. Третий, три машины так, и я вот так вот проеду вот по центру. Между машин пролечу. Да, я пролечу. Пролечу между машин. А вы красиво вот так проедете. Я между машинами пролечу. Оттуда мы как? Продолжение следует.